МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача старта и финиша и в ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стали известны четвертьфиналисты розыгрыша Кубка Белоруссии по футболу. Турнирные пути свели в 1-8 финала двух представителей нашего региона. Гомель Желдор Транс и Мозырьскую Славию. Мозыряне представляют сильнейший дивизион чемпионата страны гомельчане Первую лигу. Однако, как известно, в кубковых матчах регалии статуса не имеют никакого значения. И железнодорожники доказали это на предыдущем этапе турнира, обыграв столичных кромкачей. История очных поединков Славии и Гомель Желдор Транса складывается не в пользу Мозырян. Однажды была зафиксирована ничья. Две встречи остались за гомельчанами. И оба раза команда играли на стадионе с Дюшур-8, где проходил и отчетный матч. Однако это просто статистика. Дождь и сбои в работе освещения. Во время второго тайма судья даже на две минуты приостановил матч по этой причине. Это, в принципе, и все неприятности, возникшие в этот футбольный вечер. Игра держала в напряжении на всем своем протяжении. А длилась она максимально возможное по регламенту время. Обо всем по порядку. Мозыряне, как и подобает номинальным фаворитам, играли первым номером. Ставку подопечные Юрия Пунтуса делали на фланговые атаки с дальнейшими навесами в штрафную соперника. Гомельчане больше играли через центр. Перед игрой обращали, что команда много атакует флангами. Быстрые фланги. Пытались противопоставить. Да, навесы несли опасность. В первом тайме гости чаще били по воротам соперника. Неплохие моменты были у Мозырян, Воронкова и Котлерова. У Гомельжелдор Транса чаще всех на стрии атаки оказывался Архипцев. Во втором тайме игра проходила в том же русле. Мозыряне имели незначительное территориальное преимущество. Гомельчане были внимательны у своих ворот. Моменты были у обеих команд, однако голкиперам удалось оставить свои ворота в неприкосновенности. Как результат, дополнительное время. В экстра таймах реальные шансы на то, чтобы не доводить дело до 11-метровых, имели Мозыряне Страханович и Кобец. Первый вышел один на один и не смог переиграть Андрея Селивончика. Второй не попал по воротам из выгодной позиции. Серия после матчевых пенальти стала бенефисом голкипера Гомельжелдор Транса Андрея Селивончика. Первыми били хозяева. Андрей Архипцев отправил мяч под перекладину. Уславие серию начинал Андрей Воронков. Его удар проблемы у Селивончика не вызвал. Николая Романнику буквально не хватило чуть-чуть, чтобы справиться с ударом Дмитрия Хижника. 2-0. Защитник Слави Денис Ковалевич также был бесхитростен. Селивончик достал мяч уже из правого от себя угла. Андрей Лавренчук поддержал бомбардирский почин своих товарищей. 3-0. Третьим на дуэль с гомельским голкипером, явно поймавшим кураж, вышел Александр Раевский. Права на ошибку у него не было. Однако Селивончик раскусил замысел соперника, сохранив свои ворота в неприкосновенности и в серии пенальти. То есть забивать надо, чтобы выиграть. А если довели до лотереи, так надо быть уверенными в своих силах. А этого не оказалось. То есть видно однозначно, что мы психологически к пенальти не были готовы. Во-первых, хотел бы поблагодарить две команды за тот футбол, который они продемонстрировали. Мужской такой, с обилием стыков, единоборств. Никто не хотел уступать. В серии пенальти нам сопутствовала удача. Мы идем дальше. Гомель Желдор Транс – единственный представитель первой лиги в четвертьфинале Кубка. Также борьбу за трофей продолжают команды Батэ, Минск, Слуцк, Динамо Минск, Динамо Брест, Торпедо Белас и Шахтер. Кстати, за выход в полуфинал Гомель Желдор Транс поспорит именно с солигорскими футболистами. Однако это будет только в марте следующего года. А пока у гомельчан времени на отдых немного. Уже завтра подопечные Павла Кречина проведут выездной матч чемпионата страны против Ашмян. Состоялась жеребьевка первого этапа розыгрыша Кубка Беларуси по гонболу. На этой стадии турнира среди мужских команд гонбольный клуб «Гомель» сыграет с «Витязи». Первый матч состоится 17 декабря. Ответный – 23 декабря. Напомним, что женская команда гонбольного клуба «Гомель» первый этап пропускает. О других гонбольных и не только новостях в нашем обзоре далее. В среду женская команда гонбольного клуба «Гомель» провела очередной матч чемпионата страны. Наши девушки принимали на своем паркете команду «РГОР» БНТУ-2. Подопечные томожа чаттера не испытали проблем. Но уже после первого тайма они вели 23-11. А завершилась встреча со счетом 43-21. Самой результативной в составе гомельчанок стала Виктория Шамановская, забросившая 10 мячей. По 7 раз забили Оксана Артамонова и Анна Редько. Сегодня в Гродно стартовал первый тур розыгрыша женской Балтийской леги. Участие в турнире кроме гонбольного клуба «Гомель» принимает БНТУ «Белаз», «Городничанка», литовские коллективы «Жальгерис» и «Горлява», а также украинская «Голычанка». На протяжении трех дней на турнире гомельчанки проведут пять матчей. Прошли первые матчи полуфинала розыгрыша Кубка Беларуси по хоккею. На Гродненском льду хоккейный клуб «Гомель» сражался против местного «Немана». Надежда на победу у «Рыси» оставалась до последнего отрезка, когда счет на табло был равным. Но потом хозяева льда поднажали и обыграли гомельчан 3-1. Во второй полуфинальной паре «Минская юность» оказалась сильнее солигорского «Шахтера» 4-2. Ответные матчи пройдут 27 сентября. Накануне состоялся очередной тур национального чемпионата. Представители «Гомельской области» провели игры на выезде. «Жлобинский металлург» сражался с солигорским «Шахтером» и оказался сильнее 3-1. А вот у хоккейного клуба «Гомель» все не так радужно. Сопернику «Рыси» был более чем серьезный и неудобный – столичная юность. Минчане открыли счет уже на первой минуте игры и не переставали главенствовать на льду. Итог проигрыш «Гомеля» 1-4. Мужские и женские команды начали путь за медалями 27-го чемпионата страны по хоккею на траве. И если в женском первенстве команд из нашего региона нет, то в мужском есть за кого болеть. Хоккейный клуб «Гомель» за время своего существования уже дважды поднимался на пьедестал почета национального чемпионата. История гомельского хоккея на траве началась в конце 70-х годов прошлого столетия. Во времена СССР этот вид спорта в нашем регионе соперничал по популярности с хоккеем и футболом. «Гомельский клуб по хоккею на траве» – так звучит официальное название команды. Продолжает давние традиции. Хоккейный клуб «Гомель» дебютировал в 2012 году. До этого ребята выступали в чемпионате как сборная Гомельской области. В год своего создания клуб занял третье место. В этом году спортсмены повторили свое достижение. Чествование бронзовых призеров состоялось в Гомельском горсполкоме. Во время торжества игрокам и тренерам вручили заслуженные награды. Эта бронза с золотым отливом, говорят в команде. Хоккейный клуб «Гомель» – любительский коллектив, а соперничать приходится с профессионалами. Каждые тренировки все работали, прибавляли по максимуму. Четыре года уже у нас не получалось этого результата добиться. Вот все стремились, готовились сильно. И вот в конце концов добились чего хотели. Костяк команды составляют воспитанники «Гомельской» из «Дюшора-1». На отделении хоккея на траве занимаются порядка 90 мальчиков и девочек. Юные гомельские хоккеисты почти всегда в числе призеров «Спартакеат» первен в страны и республиканских Олимпийских дней молодежи. Воспитанники из «Дюшора-1» входят в состав юношеских и молодежных сборных команд Беларуси. В нынешнем чемпионате хоккейный клуб «Гомель» намерен повторить свой бронзовый успех. Соперничать за более высокие места, пока гомельчанам не под силу. Лидеры хоккейный клуб «Минск» и «Брестский строитель» сдавать своих позиций не намерены. Задачи те же – попадать в тройку призеров, потому что это дает право играть на международной арене, представлять страну. Сложно? Сложно. Скажу так, что есть профессиональные клубы, наш клуб имеет статус любительский. Естественно, соревноваться с профессиональными спортсменами, которые на контрактах, с ними очень сложно. Тем более, что у нас ребята все молодые, они представляют юношеские, универские сборные наши. Они студенты вузов, колледжей. Ну и несколько ребят работают уже на производстве. Кстати, нынешний чемпионат страны проходит в новом формате. От схемы «весна-лето» решено перейти к схеме «осень-весна». Первый круг завершится в конце октября, второй начнется в апреле 2017 года. Плей-офф состоится летом. В первом туре гомельчане дважды сыграли с командой Брестской области. В активе наших хоккеистов победа один матч завершился в ничью. Второй тур очков Гомелю не принес. Два поражения от брестского строителя. В июле в Гомеле появился первый в регионе вейк-парк. И вот самую длинную в республике реверсивную лебедку серьезно опробовали спортсмены со всей страны. Тут прошел вейк-баттл. Вейк-бординг, если говорить просто, что-то среднее между воднолыжным спортом и серфингом. Его популярность во всем мире растет. Если у воднолыжного спорта в нашей стране давняя традиция, белорусы одни из лидеров в Европе, то вейк-бординг пока в новинку. Пейнеры этого экстремального вида спорта в нашей стране начинали свои тренировки на электрических канатных дорогах, предназначенных для воднолыжного спорта. Толчком к более широкому развитию стало появление частных вейк-парков. В 2012 году была установлена первая частная реверсивная канатная дорога, как мы и здесь видим. И это дал огромный старт развитию вейк-бордингу. После этого на данный момент в Беларуси уже установлено 13 частных вейк-бордных спотов, как и здесь. Соответственно, каждое новое место привлекает новых райдеров просто колоссальное количество ежегодно. Люди подсчитывали, что ежегодно тысячи человек, которые ставят, первый раз приходят пробовать. Некоторые остаются в этом спорте, продолжают развиваться. Некоторые не нравятся, прокатились пару раз для себя, освоили просто что-то новое и не катаются. Но охват просто за последние два года реально колоссальный. Еще мы, конечно, не дотягиваем даже до ближайших стран соседей, но перспективы хорошие. Очень много людей, которые действительно пытаются это все развивать. Вейк-бординг вейт спорта более чем демократичный. Ограничений практически нет. Как говорят сами райдеры, вейк-борд – это свобода и адреналин. Это спорт для души, который помогает отвлечься от насущных проблем, от работы. Когда ты встегиваешься в доску, находишься на воде, вот эти волны, движения, падения, удары в воду, если это взлеты, какие-то флетовые трюки, то просто эйфория сравнима с полетом с парашютом. Или если есть такой, по-моему, еще кайт-борд, который тоже самая доска и кайт, грубо говоря. То есть высокий полет стимулирует нервную систему, всплеск адреналина. Кстати, Дмитрий не раз становился победителем турниров по вейк-бордингу. Он хоть и относит себя к любителям, но тренируется практически ежедневно. Как результат, в его арсенале немало сложных элементов. Воронная S-бенд в блайнд, говоря простым языком, это вылет с воды в горизонтальном положении и винт против часовой стрелки дабл, означает, что два раза нужно провинтить и приземлиться с рукой за спиной, то есть еще повернув на 180 градусов. И любой турнир поддерживает дух свободы и доступности. Категория найдется для каждого участника. В гомельском вейк-баттле приняли участие 30 райдеров. Это меньше, чем обычно бывает на подобных турнирах. Причина – многие к сентябрю уже закрыли сезон. Кто-то из участников встал на доску впервые несколько месяцев или недель назад. Кто-то может по праву причислить себя к числу профи. Нет ограничений по возрасту. Формат соревнований прост. Квалификация – потом две финальные попытки. За выступлениями райдеров следит жюри. Оценивали сложность трюков, их разнообразие, а также использование выступлений, установленных на акватории препятствий. То есть обязательно использование всех препятствий. То есть демонстрация для судей, владение, скажем так, любой стойки, использование любой фигуры, то есть заезд на любое препятствие – это, конечно, сразу же дает плюс. В итоге победители вейк-баттла, проявив все свое мастерство, получили заслуженные награды. Нагомель стал полноценной частью этого экстремального движения. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин